Можно было заниматься в домашних условиях, можно было купить видеокарту, включил ее на пару часов, она зарабатывает, за месяц она отбивается полностью, за три месяца ты зарабатываешь в три раза больше. То сейчас этого уже не происходит. Привет, рад тебя видеть, рад тебя слышать, наконец-то. Взаимно. Хоть и находимся в одних широтах, но крайне редко встречаемся. Традиционно у меня первый вопрос, что мы сегодня пьем с тобой. Виски. Виски. Хороший напиток виски. Хороший напиток виски. Это твой любимый напиток? Да. Твой любимый напиток, окей. Какие ты виски предпочитаешь? Не так часто пью, но из виски предпочитаю Джек Дэниелс, из того, что проще. Предпочитаю дымные ирландские виски, Джеймисон, Лапрок, Глинфидич. Со временем вкусы, конечно, очень сильно поменялись. И крепкие напитки я пью достаточно редко. В основном то, что я себе могу позволить, это бокал вина. И в последнее время больше нравится состояние, когда голова чистая, работает полнофункционально. Я могу позволить себе раз в неделю, раз в две недели сигару с вином. Ну, если праздники и что-то складывается, окей, можно себе позволить бокал два вина. В основном это редкость, реально редкость. Ну, я знаю, что ты сигарами прям увлекаешься, и вот ты как бы... Это твое, да? Ты в этом разбираешься? Нельзя сказать, что я прямо этим горжусь. Больше 35 лет я не курил вообще. Поскольку я занимался дайвингом и ездил нырять, то, естественно, Египет, естественно, арабские страны – это кальян. Сначала я просто сидел за компанией, потом я начал покуривать кальян. Но кальян все-таки не так хороший, безвреден, как люди считают. Это достаточно легкая взвесень, но она очень сильно забивает легкие. Когда занимаешься особенно йогой, с утра, вот там, покуренный вечером кальян, он с утра очень хорошо откашливается. Ты понимаешь, насколько сильно он забивает. Сигара, да, более взвешенная такая вещь, но тут тоже надо понимать и держать баланс. Окей. Скажи, пожалуйста, ты до прихода в криптоиндустрию, чем ты вообще занимался? Больше 12 лет я работал аудитором. Я занимался аудитором совершенно разных бизнесов и работал не просто IT-аудитором. Я разбирал состояние бизнеса практически от и до. То есть это документооборот, это человеческие ресурсы взаимоотношения внутри команды, это поставленные бизнес-процессы, весь стэк, который относится к бизнесу. И очень часто, в том числе, приходилось решать какие-то кризисные ситуации в компаниях. В том числе я 2-3 года работал как кризис-менеджер, и этот бизнес очень хорошо рос, но это достаточно стрессовая область. Я пытался в том числе набирать людей, и, к сожалению, люди не готовы брать на себя ответственность и тянуть, и решать эти ситуации как бы последовательно. Это достаточно большая нагрузка. Если у людей кризис, то там нету начала и конца проекта. Есть начало, и конец наступает, когда проблема закрыта, она решена. И это достаточно тяжело. Для многих это большая нагрузка, и люди предпочитают прятаться в какие-то свои ниши. То есть я брал бухгалтера, бухгалтер разбирался только с бухгалтерией, закрывал глаза абсолютно на все. Попытка научить и как-то продвинуть его дальше, но встречал сопротивление, просто не хотел этого делать. А как вообще ты, собственно говоря, оказался в криптоиндустрии? Как ты пришел из аудиторского, скажем так, бизнеса? Как ты попал? Это не совсем аудиторский бизнес. Я больше 34 лет занимался IT. Большинство моих друзей считают, что я вообще прожженный гик-аэтишник. Так уж получилось. К концу школы я знал 10 языков программирования. Последние два класса школы я уже профессионально работал как инженер в автоматизированном конструкторском бюро. Писал программы, оптимизировал программы. И, естественно, программирование, да, это было очень интересно. В тот момент это была возможность очень сильно пошевелить свой мозг, решать достаточно интересные задачи. То есть у меня очень хорошее... повезло, что очень хорошая база данных. Бабушка была преподавателем математики, поэтому... Основа была заложена хорошая. Основа была заложена сразу хорошая. Рос я на энциклопедиях. Мама работала тоже в учредительном центре, поэтому программирование просто вот попало на благодатную почву. Помимо этого у меня еще и экономическое образование. И когда я столкнулся с биткоином, я в тот момент находился в Киеве на Украине. И биткоин просто вот лег вместе с экономикой и IT просто на благодатную почву. Прекрасно, да. Сначала я пытался разобраться вообще, как это работает, найти какие-то уязвимости. Потом я через года полтора начал понимать, насколько это экономически интересная, взвешенная, интересно построенная система. Ну и третья часть, из чего состоит биткоин. Биткоин состоит из трех уровней. Это социальная часть, экономическая и техническая. Все это прекрасно сложилось, и мне это интересно. Я это понимаю, понимаю, как это работает. И каждый день пытаюсь разбираться еще больше и дальше. Для тебя биткоин, что это? Ты мог бы, своими словами, не знаю, лично для Алексея Петрова, что такое биткоин? Это инновация, которая может поменять все финансовые инструменты и поменять экономику на нечто новое, более быстрое, более эффективное. Всегда все эволюционные экономические росты, они обусловлены какой-то инновацией. Есть такой русский ученый Кондратьев, есть волны Кондратьева. Экономика развивается волнами, и каждый экономический рост, он обусловлен какой-то инновацией. Травые машины – рост. Железные дороги – рост. Электричество, рост. Здесь возникает именно та самая эффективность. То есть, если раньше все ездили на лошадках, производство – это ослики, которые крутили станки, то когда ты ставишь паровую машину, она может работать 24 на 7, она практически не болеет, она дает практически константно достаточно большую мощность, в отличие от ослика, который может задумать, заупрямиться, заболеть, у тебя резко возникает рост эффективности. Если ты, например, производил какую-то ткань, у тебя ослики крутили станки, то поменяв на паровую машину, ты получаешь крайне сильное конкурентное преимущество. Соответственно, ты начинаешь производить быстрее, ты вытесняешь постепенно конкурентов, и здесь происходит… Есть два понятия – революция и эволюция. Революция – это обычно, когда мы сначала все уничтожаем, потом пытаемся строить новое. Эволюция – это когда новое постепенно вытесняет и заменяет старое. И эволюционный переход, он достаточно более демократичный, потому что люди могут выбирать. Но при этом более медленный. Он может быть медленным, он может быть более быстрым, это зависит от того, как технология. Очень многие открытия люди делали за 50, за 70 лет. И после этого, после того, как проходил какой-то цикл 50-70 лет, люди второй раз вспоминали про это, либо переоткрывали какие-то вещи, и мы это повторяли. Те же самые электромобили, они не являются инновацией. В 1884 году большинство автомобилей, которые продавались, были электромобилями. В 1890 году больше 35% грузового транспорта молоко разводили как раз таки на электромобилях. И только из-за появления конвейерной сборки, из-за Форда, из-за General Motors, мы отказались от электромобилей и перешли на двигатели внутреннего сгорания, только потому, что так сложилась история. Инновацию конвейерную сборку изобрели те люди, которые занимались двигателем внутренним сгоранием. Если бы они занимались электродвигателем, мы бы сейчас вполне возможно ездили на электромобилях, потому что, в принципе, тогда уже электромобили ездили на хорошее приличное расстояние, которое всех устраивало. Да, их нужно было заряжать, но за ночь поставить, зарядить. Как правило, люди ездят днем, да, ночью это стоит. В принципе, уже тогда был свой баланс. Те же самые самокаты, которые сейчас у нас получили очень большой бум, это забавно, но есть фотография 1904 года. Где женщина на самокате. Не только женщина на самокате. US Postal Service закупили самокаты, раздали всем своим работникам, и они также пользуются. Если ты посмотришь, они в принципе выглядят, как наши самокаты, которые мы пользуем сейчас. Человечество просто сделало петлю в каких-то... Обходной путь. ...сто двадцать лет. Так в итоге-то биткоин — это эволюция или революция? Или все вместе? Это эволюция. Эволюция, потому что она не убивает полностью какую-то индустрию, и не рассказывает, что мы сейчас будем что-то строить, а вы пока подождите, пока мы что-то построим. Поэтому все люди имеют возможность прекрасно выбирать. И здесь эволюционность заключается и новые возможности заключаются в том, что банковские услуги доступны сейчас меньше 7% населения Земли. Открыть банковский счет для многих людей достаточно большая проблема. Открыть кредитную карточку для многих — очень большая проблема. Суть банков очень сильно поменялась. Кредитная экономика, которую преподают, это, в принципе, тоже своего рода нарушение. Кредитная экономика очень сильно стимулирует оборот, но не обязательно, что это абсолютно правильная вещь. Фракционный резерв, много-много-много вещей, которые мы придумали, они очень сильно искажают систему. Каждый год экономика, каждые два года экономика начинает работать в два раза быстрее. Но при этом мы эту услугу не даем всем, и большинство планеты без доступа к нормальным расчетным системам, они не участвуют в этом, не происходит развитие. Но при этом странная вещь, больше, чем у 78% населения Земли есть мобильный телефон. И это как раз таки то, почему, например, в Африке сейчас очень сильно развита система оплаты именно мобильными телефонами. Китай сделал вообще шаг уже в 21 век. Они пользуются в основном для оплаты мобильными телефонами. У них есть Alipay, WeChat, QQ. И за последние три года у них банковская сфера ужалась практически на 40%. Открыть банковский счет, поставить терминал для процессинга кредитных карточек, получить кредитную карточку для них проблема, а для торговца, которые торгуют на улице, для маленькой какой-нибудь лавочкой, это вообще неподъемная вещь. Тем не менее, на телефоне мы можем рассчитаться очень быстро. Даже в случае, вот когда я был последний раз в Пекине, у меня есть WeChat, на нем есть деньги. Но пока я переезжал, WeChat обновился. В тот момент, когда я хотел заплатить в такси, как бы WeChat упорно не хотел открываться. Он просил что-то там еще ввести, что-то сделать. Таксист говорит, иди. Спрошу, почему я тебе заплачу? У меня есть юани, я тебе могу бумажками заплатить. Не, не, не надо. Вот если на аппликации, да, бумажку, нет. Это время, пока я их пересчитаю, я не хочу их возить. Как бы я за это время перевезу двух-трех клиентов. Иди, просто вот даром. Это экономия времени. Это очень сильная экономия времени. Да, но в базе текущих всех этих платежных систем все равно остаются банки. То есть, текущая инфраструктура, просто это как бы надстройка. Да, она есть. Вопрос, что именно мы потребляем от банков? Какой сервис? Ходить в банк, что-то получать, удаленно делать. В банках, к сожалению, возникла очень большая цепочка. Когда ты делаешь какой-то платеж из одной стороны в другую, это последовательность больше, чем из себе банков и из свифта. И все эти посредники, они, соответственно, снимают какой-то процент. С банкингом есть тоже очень большая проблема. Банк работает пять дней в неделю, восемь часов. А бизнес у нас работает… Это хороший банк работает восемь часов, как правило там. 24 на 7, да. Ну, если это испанский банк, может быть, Сиеста. Или швейцарский банк. Биткоин работает 24 на 7, 365. И разница в этом, она очень существенная. Даже, если послушать Билла Гейтса, Стива Джобса, Элона Маска, они очень часто говорят, что тайм-менеджмент для бизнеса это очень большое преимущество. Потому что, если твой конкурент работает восемь часов в неделю, пять дней в неделю, сорок рабочих часов, а я работаю по 16, по 18 часов, то у меня преимущество, я могу, в принципе, дать ему два месяца фору, и за три месяца я его обгоню. Ты просто по времени успеваешь делать больше. И здесь абсолютно то же самое. Мы открыли абсолютно новую экономику, начиная открывать онлайн-магазины. Количество продаж крайне выросло, количество сервиса, количество возможных сделок крайне сильно выросло, но мы до сих пор не дотянули платежный инструмент, чтобы он соответствовал этому. Когда ты делаешь какой-то свайп-карточкой, когда ты ей проводишь, или расплачиваешься в интернет-магазине, реальная транзакция происходит через 3-5 дней. Ты прекрасно можешь видеть уже это в своем банке. Когда ты расплачиваешься, эта карточка висит просто как залоченные деньги, пока не произойдет клиринг, и этот клиринг занимает дни. Разница, она крайне существенная. Во-первых, у тебя целая цепочка последовательных, последовательность из банков. Все эти посредники, они хотят получить деньги, у них есть административный аппарат, у них есть работники, у них есть офисы. Все это нужно оплачивать. Поэтому у тебя возникает экспоненциально растущая стоимость этой услуги. В биткоине нет офиса, нет работников. Сео тоже нет. Сео нет, Центробанка нет. Тебе не нужно нанимать каких-то работников, не нужно платить за какие-то офисы. Это просто математика, которая существует до тех пор, пока мы соглашаемся, что нас эта система устраивает, и мы ее поддерживаем. Мы ее пользуемся, и мы ее поддерживаем. И за счет этого возникает сразу крайне сильное снижение цены. Крайне сильное повышение эффективности за счет того, что это работает 24 на 7, 365. Но помимо этого есть еще и скорость. Все говорят про эти 10 минут, что Сепа или Свифт стремятся сейчас к тому, что они будут минута 10. Да, но разница она все равно остается крайне существенная. Биткоин это и деньги, и инфраструктура, и платежная среда, куча побочных еще свойств. Банки это только банки, он держит только твой счет и управляет твоими деньгами. Если ты хочешь что-то сделать, ты сначала связываешься с банком, ты передаешь ему какое-то сообщение, поручение, что нужно сделать, он связывается с корреспондентским банком, дальше они связываются с еще одним банком, публикуют сообщение в Свифте, оно проходит соответственно по сети и спускается также обратно. И вот всех этих посредников ты должен, во-первых, кормить, во-вторых, они создают задержки. В биткоине у тебя есть готовая инфраструктура, виза и мастер это тоже не деньги сами по себе, это по сути дела только транспорт. Они существуют как отдельная система, которая позволяет тебе делать только перевод денег из одного места в другое. А биткоин включает в себя все это все. Он и транспорт, он и сами деньги, он и система сообщений, есть еще куча побочных сервисов, которые возникают неожиданно. Это таймстампинг, это многосторонние цифровые подписи, которые тебе позволяют выполнять простейшие контракты без посредников, которые тебе позволяют в принципе делать такое упрощенное материальное заверение в том числе. И это сильно упрощает очень многие процессы. И если мы опять же хотим сравнить транспорт, именно как транспорт, вот визу и мастеру найти какую-то аналогию, то больше всего подходит лайтнинг. Потому что да, действительно, это уровень исключительно транспорта над биткоином. И в лайтнинге, как в платежном канале, скорость транзакции это миллисекунды. Поэтому даже если виза достигнет скорости 10 секунд или 1 секунды, разница все равно порядка 10 тысяч. А разница в стоимости, она и того больше. Ну, тем не менее, как бы все это очень красиво звучит. И мы очень много долго можем дискутировать о том, как это прекрасно и классно, но где он этот масс-адопшн? Где вот это вот, что у нас там хотя бы часть людей, которые пользуются WeChat'ом или Revolut'ом или чем-то еще, начнут уже оплачивать свои какие-то регулярные покупки биткоином? Что для этого должно произойти? Это должно государство какое-то, условно говоря, как Япония, принять как платежный метод? Это должно быть какое-то технологическое решение? Или это должны, не знаю, инвесторы, институционалы зайти и сказать все, давайте пользоваться биткоином и дать сигнал некому рынку, более такому ритейл-рынку, чтобы народ начал подтягиваться и активнее пользоваться? На данный момент, как бы, к сожалению, как актив, да, но как платежное средство пока что, ну, такого трекшена мы не видим. на самом-то деле. Что, по твоему мнению, должно произойти, чтобы вот... Время. Время для того, чтобы все лучше разобрались в этом инструменте. И, мало того, этот инструмент находится еще тоже достаточно с зачаточной стадией. Во-первых, этому инструменту только-только чуть-чуть десять лет. его с нуля разработали, у него нет аналогии один-в-один по сравнению со старыми инструментами вообще. Абсолютно новый мир с абсолютно новыми правилами. И как у любого инструмента, который только что разработан, технически, да, это гениальная хорошая идея, но у нее нет юзер-интерфейса. Как у любой... То, о чем мы всегда говорим. Да, как у любой гиковской классно сделанной идеи, сейчас это все слеплено из зубочисток и жвачек. Первая конструкция уже заменена на более серьезную армированную конструкцию, но по-прежнему эта армированность и вот эти ребра, и вот эти кусочки там стали, вкрапления, они выступают. Если ты вспомнишь, как выглядит юзер-интерфейс большинства аппликаций для биткоина и платежных, он еще достаточно далек от идеала. Массовое принятие произойдет тогда, когда это будет достаточно просто, так же, как провести кредитную карточку, когда ты вообще не будешь задумываться, какая технология за этим стоит. И когда люди увидят положительный, целую связку положительных свойств, что им дает обладание биткоином или любой другой криптовалютой, только тогда они начнут на это массово приходить. Сейчас мы видим только маленькие какие-то кусочки, которые люди выхватывают для себя, как защита от инфляции. Это реально мои частные деньги, которые я у себя храню, и банк не может как на Кипре их срезать и отобрать. Это реальный контроль частных денег. Это трансграничность, когда ты можешь платить из одной страны в другую, это не занимает 10 дней. Это в том числе быстрое проведение каких-то платежей, то, чего нам опять же не хватает. Это возможность проводить платежи не с 10 до 5, а 24 на 7 тогда, когда тебе необходимо, из любой точки, без какого-либо посредника. И все вот эти мелочи люди потихонечку пробуют, кто-то находит для себя какое-то преимущество, кто-то где-то заполняет, кто-то на этом начинает строить сверху бизнес. Они понимают, что, скажем, переводы между разными странами я могу переводить, используя там биткоин, и при этом они упираются в какие-то локальные препоны, которые им приходится решать. Как-то регуляция, как-то понимание, как к этому относятся налоговые органы конкретной страны в конкретной регуляции. Люди пробуют, люди пытаются с этим разбираться, и таким образом мы потихонечку эту систему осваиваем и понимаем. Вот отсутствие посредника очень часто многие приводят как одно из основных преимуществ биткоина, фактически это peer-to-peer деньги, то есть тебе не надо просить чего-то разрешения для того, чтобы кому-то послать эквивалент некой суммы евро в доллар в биткоине. Не кажется ли, что это тоже такая немножко уж слишком идеологическая вещь, потому что многие люди в мире живут в наличии с посредниками и совершенно прекрасно себя чувствуют, когда есть некий человек в банке, который может вернуть транзакцию, к которому можно позвонить, с которым можно поговорить. Да, этот человек с таким же успехом может твою транзакцию заблокировать и начать задавать кучу ненужных вопросов, и твоя транзакция может вообще не уйти или уйти через 3-4-5 дней, но по факту абсолютное большинство людей это в принципе не волнует, что есть некий посредник. В некоторых случаях для некоторых сделок посредник или некий арбитр, он может быть в том числе и необходим. Если ты договорился построить здание и построил здание, формально оно присутствует, по факту это муляж, то никакая электронная система не сможет оценить ни его качество, ни соответствие какому-то договору. Тебе в данном случае нужен все равно арбитр, который скажет да, соответствует, нет, не соответствует. Два человека, два абсолютно разных мнения. Он просил построить у меня здание, я построил здание. Он не говорил, что это должно быть из кирпича, я построил из картона. Разбор диспутов это понятно, я говорю именно в платежах. В платежах то же самое. Для больших компаний ты проводишь сделку не конкретно к себе в карман, это управляемый фонд, который управляется всей компанией и должен приходить соответственно счет. У тебя скорее всего будет бухгалтер, который будет отвечать за наставление этих счетов, за учет денег. Вот пожалуйста, это тоже в принципе посреднее, которому ты тоже доверяешь внутри своей компании. Это нормальная социальная архитектура, которая нормально вполне поставляет какие-то свои требования, какие-то ограничения, дает какие-то твои преимущества. И если бы банкинг как бы спокойно выполнял все эти требования и мог предоставить какой-то более эффективный инструмент с более низкой стоимостью, с более высокой эффективностью, я думаю, мы даже бы ничего не искали бы, а так бы спокойно сидели на банке. Проблема в том, что, к сожалению, банковские услуги и в том числе и те же самые регуляции KFC и IML, они очень сильно сейчас сдерживают сделки. И сдерживают сделки исключительно из-за того, что большинство этих сделок анализируется вручную. банки банки для этого наняли людей, люди сидят, смотрят на контракты, задают вопросы, пытаются разбираться в сути этих контрактов. Отмывание денег это очень-очень тонкая грань, которую нужно очень хорошо понимать. Если кто-то хочет в большом массиве каких-то транзакций спрятать, какие-то растраты, их крайне тяжело будет найти. И банк пытается это сделать. Но поскольку это делается ручным трудом, вот здесь возникает эффективность. Стоимость банковских услуг возросла в некоторых случаях в два с половиной раза только из-за того, что был введен email и KFC. Потому что это куча ручного труда, куча бумажного труда, который происходит не автоматически, а вручную. Если мы говорим о блокчейне, вот опять же то преимущество, которое ты можешь получить. Ты можешь просто запустить счет от нуля до ста, показатель откуда и насколько чисто эти средства пришли. 20% от гамблинга, 30% от каких-то презентов и 80% скорее всего чистые средства от бизнес-организации. Все, тебе больше ничего не нужно. У тебя есть готовый счет, он выполнился автоматически, за секунды, ты его распечатал, ты понимаешь, как на основании этого тебе действовать. Но все равно анализируешь и какое-то конечное решение принимаешь ты как, ну то есть ты человек, то есть человеческий фактор он в любом случае присутствует, полная автоматизация даже в KYCML на блокчейне его как бы нету. Мне трудно аргументировать, потому что мы уходим в такую более теоретическую область. Если мы смотрим на прозрачность каких-то средств просто для принятия платежа, то тот же самый Crystal Data, который сделал Bitfury, это больше статистически аналитическая машина, которая как раз таки делает вот такого рода репорты, от 0 до 100, показывая, откуда примерно пришли какие-то деньги. Если ты принимаешь какие-то грязные деньги, потом к тебе приходят как бы налоговые органы или проверка и требует объяснить, почему ты их принял, чтобы избежать этой ситуации, тебе нужно иметь какой-то механизм, чтобы примерно понимать, насколько они чистые, насколько они грязные. И именно для того, чтобы этот мостик существовал и у тебя был какой-то инструмент, сделан Crystal Data. Он, понятно, не идеален, люди все равно должны принимать какие-то решения и думать, как. Тем более, что все ситуации везде крайне разные. Кому-то это абсолютно без разницы. Кто-то специально выбирает какие-то анонимные валюты исключительно для того, чтобы вообще не оставлять никаких следов и не давать никакой информации, а для больших компаний ситуация прямо обратная. И наоборот выгодно показывать все свои счета, все свои обороты, все свои сделки, потому что это дает прозрачности, это дает преимущество. Поэтому я в том числе считаю, что биткоин, который является псевдоанонимной системой, псевдоанонимной системой именно потому, что ты проводишь какие-то сделки, им крайне тяжело вытянуть из общего объема и понять, что это за сделки. Но если ты четко обозначил, что это мой адрес, это адрес моей компании, то формально мы можем получить очень сильную оптимизацию бухгалтерии и очень сильную прозрачность всех сделок, которые делает компания. Ты будешь видеть все деньги, которые заплатил за такси какой-то из твоих работников в Гонконге, сколько какие сделки принесли денег, как они прошли. Вопрос в том, какую часть как ты хочешь показывать, какую часть ты не хочешь показывать, например, какие-то конкретные сделки с какими-то конкретными организациями. Можешь перевести на отдельный счет. Для компании это дает полную прозрачность источника дохода. И биткоин, если мы его поделим, вот есть прозрачная часть и непрозрачная часть, он себе содержит обе половины. Хочешь, ты можешь делать какие-то маленькие сделки непрозрачные. Использовать микшеры, усложнять как-то их. И это твое право. Это возможно вообще полная анонимность? Да, конечно. Да, абсолютно. Во-первых, ты можешь использовать Данделеон, ты можешь использовать Тимбель Вимбли, ты можешь использовать тот же самый Лайтнинг, поскольку это очень быстрая пир-то-пир транзакция, они очень сильно смешивают все воедино. Это CoinJoin, методик масса. Вопрос в том, что ты вряд ли ими будешь пользоваться, если в них действительно нет необходимости. Но Bitcoin себе включает обе половины. И прозрачность, и непрозрачность. Выбирай как хочешь, получай оба набора средств. Если мы говорим о каких-то Monero, о каких-то The Cash, о каких-то Green, то они входят на рынок, который уже занят, на котором уже существуют другие анонимные монеты, они вынуждены делить, и они обладают только одной половиной возможностей. Они не могут быть прозрачны. Они 100% непрозрачны. И ты получаешь как бы половину функционала из всего возможного. И в этом есть некая уязвимость. С точки зрения социальности, если у тебя более универсальный инструмент, ты можешь воспользоваться и так, и так. Но если ты строишь бизнес, который изначально ты хочешь, чтобы был непрозрачный... Скажи, пожалуйста, ты стоял у истока в Bitfury. Почему ты выбрал в итоге это направление майнинг? Ну, Bitfury — это не только майнинг. Ну, на данный момент, да, изначально. Это то, что люди в основном как бы видят, потому что с этого Bitfury начинало. Bitfury — это сейчас большая группа компаний, это холдинг, в который включает себя и Bitfury Engineering, и Bitfury Construction, и Bitfury Software. Bitfury Software делает сейчас больше семи разных продуктов. Некоторые из этих продуктов мы как бы создаем продукты сначала внутри, выстраиваем их, потом делаем спин-офф и создаем отдельную компанию, у которой есть отдельный CEO, отдельный CTO, который этими продуктами, развитием конкретно этого продукта занимается. Как пример, это тот же самый Lightning Pitch, имплементация Lightning, имплементация Lightning кошелька и имплементация Lightning механизмов для мерчантов, для магазинов, для покупателей в более удобной форме, интеграция с тем же самым Paytomat, та же самая Crystal Data. Изначально это была вообще статистическая машина, которая позволяла анализировать, что происходит в Биткоине, чтобы лучше строить бизнес, чтобы лучше понимать и лучше выстраивать сервисы, нужно понимать, что происходит как бы в экономике, хотя бы из глобальных пониманий. Сколько денег за сутки прошло и в транзакции. Ты не можешь отследить все транзакции в Биткоине, это нереально. Это гигантский объем данных, который невозможно идентифицировать, и даже если пытаться сложить его с какой-то базой данных, мощности компьютеров просто не хватит. Ты можешь расследовать конкретно операцию с какими-то кошельками, когда, скажем, биржу взломали и ушли какие-то деньги, можно попытаться это распутать, но это примерно как расследование места преступления в реальном мире. То есть куча криминалистов, куча аналитиков, которые пытаются сложить все факторы и выстроить эту картину. Сделать это автоматически нереально. Но как статистическая машина, да, это интересно. Статистическая машина для того, чтобы понимать больше экономику, она по-прежнему находится в том числе и в Bitfury. Мы ее используем для того, чтобы генерировать заполняемость блоков, анализировать примерно какие транзакции, как они поменялись в биткоине. Но также это статистическая машина, поскольку приходили клиенты и спрашивали, что у нас украли деньги, мы хотим разобраться с этими транзакциями, мы хотим визуализировать и понять, куда примерно эти деньги ушли, на каких кошельках они сейчас находятся, ты можешь этот сервис продать, CrystalData как раз-таки этим успешно занимается. Они продают эту визуализацию данных, они делают аналитику, они пытаются находить и тагить какие-то определенные адреса с определенными паттернами, в том числе некоторые микшеры, и это техническая уязвимость, они не очень грамотно имплементировали сам микшинг, его в некоторых случаях можно распутать. Чтобы тоже заимпровить этот процесс, ты должен показать все уязвимости, которые существуют. CrystalData прекрасно как бы все это реализует, она как сейчас отдельная компания. Marina CEO CrystalData это отдельная компания, которая сейчас отдельно занимается только этим продуктом в Нибитфуре и отдельно его как бы продает. Exxonum тоже очень большой продукт, большой фреймворк. Отделить его в отдельную компанию немножко сложнее, потому что мы в том числе продаем его государственным организациям как отдельный сервис и здесь уже это вопрос доверия именно большой компании Bitfury как холдингу. Exxonum тоже очень активно развивается и вполне возможно мы будем запускать отдельно Exxonum Public для публичных сервисов, для людей, которые хотят построить публичные решения. Exxonum в себя включает уже те решения, которые мы сделали, в том числе как грузинский земельный регистр это все чтобы не изобретать велосипед чтобы не строить велосипед с нуля не изобретается заново колесо то, что мы уже решили если клиент не против мы это вкладываем в Exxonum можно взять это как пример и реализовать свой земельный регистр взяв просто уже готовый работающий пример и добавив его какой-то функциональность Exxonum это фреймворк который гибкий позволяет строить абсолютно разные решения это в том числе свой собственный блокчейн это в том числе хороший мостик между другими блокчейнами можешь посмотреть что происходит в биткоине и сделать на основании этого какую-то транзакцию в лайткоин позволяет взаимодействовать те же самые смарт-контракты которые ты пишешь например на эфире на солидите если на солидите это займет 50 строк то на Exxonum это будет строк 200 но дает намного большую гибкость можешь делать очень многие вещи которые в эфире ты сделать на эфире на солидите ты реализовать просто не можешь разработка чипов с нуля это тоже очень большое направление и чип-дизайн это очень достаточно сложная область но в принципе те микросхемы начиная и не имея вообще практически никакого опыта в производстве и разработке микросхемы самого кристалла сейчас мы разрабатываем микросхемы на таком уровне которые по плотности транзисторов превосходят Intel в 2,5 раза и Apple в 1,8 раз Nvidia вот тот Pascal P100 чип который они выпустили который они заявляли что они добились самой высокой плотности транзисторов самой высокой эффективности и просто не знали наших результатов мы эти результаты получили на полтора года раньше и это с одной стороны для нас очень такая интенсивная дорога когда мы прошли очень сильную эволюцию внутри развили компетенцию совершенно в разных направлениях за очень короткое время и с другой стороны это очень сильный показатель того как новая технология инновация конкуренция между теми теми же самыми майнерами она очень сильно заставляет оптимизировать и искать какие-то абсолютно новые решения и достигать совершенно других результатов именно высокая конкуренция в растущей области она всегда к этому стимулирует если в банках например стагнации там нет уже практически конкуренции рынок очень устоявшийся он поделен консервативный консервативный то здесь все наоборот очень высокий рост и поэтому за счет того что очень высокая конкуренция тебе приходится искать оптимизировать все возможные расходы как капекс расходы основные капитал расходы так и операционные расходы максимально стараться снизить за счет этого мы в том числе используем разные системы охлаждения потому что это очень сильно позволяет снизить расходы если в основной индустрии дата-центры строят и есть такой показатель ПУИ Power Unit Efficiency он высчитывается как коэффициент если у тебя сервер потребляет 100% энергии охлаждение освещение содержание отопление фильтрация стойки какая-то инфраструктура еще 80% значит коэффициент будет 1.8 и он считается как соотношение потребления сервера на потребленное общее количество электроэнергии так вот если во всей индустрии нормальным коэффициентом считается примерно 1.7 1.6 считается state of art то в биткоин майнинге в большинстве случаев у всех ферм этот коэффициент 1.05 1.07 майнинг как очень конкурентная область в которой очень высокая конкуренция он заставил всех кто на этом рынке участвует очень сильно подумать как соптимизировать те расходы как добиться совершенно другого уровня эффективности а поскольку это другой уровень эффективности то клиент получает этот сервис за более низкую стоимость вот то что мы с тобой вначале говорили как раз таки про банковскую инфраструктуру если банковская инфраструктура пользуется стандартными дата-центрами менее эффективные структуры где просто охлаждение никто об этом не задумывается там естественно очень дорогие расходы эти расходы покрывают клиента и покрывают бизнес это просто распределяется между кем-то и вот она возникает это существенная разница но изначально начиналось все с майнинга я правильно понимаю да извини мы очень большим диалогом зашли но это хорошо изначально это начиналось с майнинга причем у большинства участников основателей Bitfury на тот момент был свой бизнес у Валерия было пять бизнесов или даже больше связанные с IT и не связанные с IT изначально это было просто вот как перспектива которую видели да мы можем построить систему можем заняться майнингом там биткоины продаются можно вот здесь купить здесь построить вот здесь заработать давайте сделаем начали развивать нужно делать свой ASIC чип нет экспертизы сколько примерно это будет стоить как это можно сделать давайте наймем инженеров инженеров нанять не успеваем первый чип создал технический директор гениальный человек Валерий Небесный который до этого не имел вообще никакого опыта разработки чипов вообще он посмотрел сказал ребята я изучу тему и примерно скажу там за сколько это можно сделать и после того как все собрались еще раз он сказал мы по времени не успеем нанять людей я попробую нарисовать это и сделать все сам я посмотрел в принципе там я достаточно разобрался и понимаю как это сделать я попробую это сделать он реально себя запер на 7 месяцев за 7 месяцев один единственный человек нарисовал и создал этот первый чип сейчас конечно этим занимается команда но эта команда использует в том числе достаточно уникальные подходы сильно поменяв концепт того как это принято в индустрии и за счет этого получается такая высокая эффективность в принципе все майнеры сейчас уже уперлись практически в планку где каждый применяет какой-то свой трюк и добивается эффективности дальше двигаться нам уже крайне тяжело мы уперлись технологически практически почему майнинг ведь есть условно говоря биржа биржа биржевой бизнес где ты получаешь комиссию мне кажется он значительно проще где-то в каких-то моментах есть какие-то другие типы бизнеса почему изначально был выбран майнинг кажется проще когда ты не знаешь и не понимаешь всех нюансов свод правил банкира и бизнесмена от 1881 года знай и понимай предмет своих инвестиций биржа это не то с чем мы все работали даже при том что я работал в банках и знал как работают многие финансовые учреждения многие финансовые регуляции это крайне непростая вещь для этого должен быть какой-то задел должен быть какой-то уже потенциал должны быть какие-то части выстроенного бизнеса или каких-то отношений какие-то уже ресурсы чтобы это строить это очень непросто на самом деле биржа это очень сложная вещь и любая биржа это в том числе поскольку это торги это матчинг-энджинг так называемый механизм матчинга сделок матчинг-энджинг торговый движок это очень непростая вещь я читал техническую документацию о том вообще как они реализовываются это достаточно толстые книги с очень большим количеством формул которые нужно сесть никнуть действительно все это понять и понять сколько нюансов там есть и те биржи которые мы сейчас имеем на рынке они на самом деле сделаны в большинстве своем достаточно на коленке ни NASDAQ ни Forex такими вещами не пользуются они достаточно далеко ушли вперед там каждая сделка она в том числе записывается как правило матчинг-энджинг это реализован не программно реализован в железе и поэтому какие-то манипуляции на бирже там уже не проходят я в том числе сталкивался с high frequency трейдингом и знаю как это устроено и разбирался в нюансах вот мы от этого еще достаточно далеки но со временем да к этому индустрия придет это опять же естественный процесс все это понимают некоторые биржи не выдерживают нагрузки по транзакциям они вынуждены оптимизировать они вынуждены в этом разбираться но большинство из них так же как говоришь ты это же так просто процент сделал они так же начинают ну я говорю с позиции обывателя это на самом деле тоже очень хорошая позиция и есть книжка в том числе Бориса Березовского которая вот описывает подход когда люди не понимая всех сложностей именно на энтузиазме берутся и как правило таким новичкам и везет да почему новичкам везет потому что не боится всех этих проблем он начинает просто браться и спокойно их разгребает и решает находит какое-то решение какие-то выходы из разных ситуаций и здесь абсолютно то же самое ты можешь оценить насколько это большой объем работы и понимать просто здесь сделаешь проще получишь больше эффективности здесь ты будешь понимать что да ты сделаешь и получишь как бы намного больше но количество головной боли и потенциальных проблем будет в киометре поэтому каждый выбирает исходя из тех ресурсов из тех направлений которые ему больше нравятся если ты это до этого уже делал похоже что для тебя это известная область то твои риски в разы будут меньше а твоя дорога поскольку ты уже проходил до этого несколько раз набивал шишки примерно знаешь где какие колючки кактусы тебя поджидают ты намного проще пройдешь говоря по поводу энтузиастов и энтузиазма многие люди пытаются дома у себя в каких-то таких совершенно кустарных условиях майнить по крайней мере майнили когда был рост у нас 2017-го 2018-го года на данный момент я помню мы с тобой в 2017-м году обсуждали это и ты говорил что да это возможно но лучше этим не заниматься потому что это работа так же как биткоин 24 на 7 работает так и вам придется 24 на 7 работать и постоянно за этим следить возможно ли на данный момент в домашних условиях поставить ферму чтобы она ну если не приносила баснословную прибыль то хоть какую-то прибыль чтобы она приносила да но эти прибыли уже достаточно сильно снизились за счет того что на рынке есть тоже конкуренцию на начальной фазе это как в абсолютно любом направлении бизнеса абсолютно в любой индустрии так же как и когда-то с добычей золота сначала собирали его на поверхности потом просто копнул лопатой и ты богатый сейчас нет большинство мест уже разведано большинство мест уже разработано и разработка золота это тоже очень-очень тяжелый труд как правило индустриальный ты уже не сделаешь его в одиночку чтобы это было окупаемо да может быть повезет но уже вот именно та золотая лихорадка когда-то была в Калифорнии она закончилась это возможно только на первичном росте когда открывается какой-то новый способ который позволяет достаточно просто получать достаточно большие прибыли потом рынок как правило всегда выравнивается и такого уже нет как один из возможных примеров я могу наверное привести вот представь ты с утра выходишь из дома и видишь что твой сосед садится в машину ты знаешь что он едет на работу примерно в тот же район где у тебя университет ты подходишь с ним здороваешь ты говоришь может ты меня по дороге отвезешь он говорит да не вопрос конечно садись я тебя отвезу как бы ему это ничего не стоит и здесь именно та фаза когда его интерес твой интерес как бы совпадает для него это очень очень маленький расход но может быть возрастет там расход на 0,2 литра он этого не заметит ты можешь доехать но если ты на следующее утро посидев подумав о я бесплатно доехал в другую часть города так можно на этом сделать бизнес давай я сделаю бизнес и буду доставлять посылки 10 посылок ты выходишь и говоришь друг мы сегодня поедем так же но по дороге надо развести 10 посылок он тебе скажет не не сори это уже будет совершенно другой расход бензина совершенно другая траектория остановки для него это уже нерационально и то же самое здесь в этой индустрии изначально когда майнинг только-только запускался сообщество было совершенно маленько расходы были небольшие никто об этом не задумывался не было никакой нагрузки не было коммерческого использования поэтому майнингом в принципе он давал очень большой профит можно было заниматься в домашних условиях можно было купить видеокарту включил ее на пару часов она зарабатывает за месяц она отбивается полностью за три месяца ты зарабатываешь в три раза больше то сейчас этого уже не происходит во-первых потому что в эту индустрию пришло достаточно много игроков во-вторых требования к этим игрокам крайне сильно выросли таких безнословных наград уже нету они выровнялись система тогда система только набирала пользователей майнинга не хватало а сейчас майнинга ровно столько сколько есть цена ровно так чтобы покрывать расходы тех майнеров которые существуют на рынке если ты приходишь как домашний майнер с маленьким майнером и ты купил действительно эффективный майнер тебе просто повезло скорее всего потому что у тебя логистика ты его поставил но ты конкурируешь с такими же людьми которые это делают как выращивание яблок профессионально ты сможешь вырасти вырастить у себя там яблоки во дворе и продавать их за 50 копеек если ты не считаешь расходы но вполне возможно ты потратишь больше труда больше ресурсов но если ты заключишь контакт что тебе нужно поставить 20 тонн ты начнешь очень серьезно считать во что тебе это встает сколько ты должен на это потратить сил если яблоки ты выросли моль не поела яблоки не сгнили ты пошел их на базар продал все хорошо а если у тебя обязательства и ты их вовремя не поставил у тебя прошли какие-то форс-мажоры то ты уже не выполнил обязательства и деньги потратил и это уже совершенно другой уровень бизнес-отношений с майнингом получается примерно то же самое сейчас это конкурентная область в которой нужно работать 24 на 7 если у тебя майнер простоял хотя бы 5 дней то ты уже очень сильно теряешь из своей прибыли это значит что ты не можешь просто его включить как утюг и уйти ты должен за ним следить ты должен следить чтобы он работал чтобы у него был интернет чтобы у него была нормальная температура что если у него сгорела плата его нужно поменять и заменить если ты все эти условия не выполняешь то скорее всего ты либо заработаешь потеряешь очень много и что-то там заработаешь если ты не считаешь это не заметишь окей но чтобы зарабатывать нормально если ты нормально считаешь нормальную как бы формулу расхода-дохода то надо работать по-другому никак в принципе любой доход это работа не важно как ты вкладываешь работой головы или руками но не бывает так что само собой где-то зарабатывается бытует такое достаточно противоречивое мнение что майнинг биткоина очень вредное мероприятие для окружающей среды все чаще и чаще мы слышим это мнение все чаще и чаще мы слышим возмущение многих людей которые достаточно логичны но так ли это странным образом но это не так и странным образом это опять же по стечению обстоятельств и из-за конкуренции самая чистая электроэнергия это гидроэлектростанция как один из примеров если мы говорим вообще электроэнергия считают многие считают электроэнергию чистым и экологичным продуктом это не так 1 киловатт электроэнергии выбрасывает больше чем полкило СО2 и больше 86% электростанций это fossil fuel это углеводороды это уголь это мазут они достаточно грязные при этом очень много грязи и пыли попадает в воздух особенно от угля это мелкая вредная взвесь это не экологичный способ выработки электричества он за собой несет не только кучу выбросов но и большой химический след как влияние на окружающую среду влияние на людей это не экологичный способ в Сингапуре на Тесла налог в два раза выше по сравнению с двигателем внутреннего сгорания почему потому что они считают не просто что машина не выбрасывает СО2 они считают всю экологичность в процессе производства там очень много пластика там очень много литиевых элементов и литий не утилизируется очень просто они берут это тоже в расчет в Азии большинство электричества вырабатывается к сожалению сжиганием углеводородов это не считается экологичным в результате получается двойной налог на Теслу потому что это а не экологично б в том числе там очень много потерь происходит когда ты заряжаешь аккумулятор то коэффициент полезного действия далеко не 100% зарядить разрядить и отдать на двигатель ты в лучшем случае теряешь 30-40% гидроэлектростанции из тех способов которые мы знаем на текущий момент один из самых чистых экологичных способов даже солнечные панели при производстве там очень много химии это могут быть батареи разного типа но они работают только определенное количество лет потом они начинают сильно терять в эффективности тебе их нужно тоже утилизировать это тоже грязный процесс более-менее экологичными могут считаться еще электростанции которые используют зеркала для конденсации тепла и за счет турбины вырабатывая электричество но там тоже есть куча побочных эффектов птицы животные которые страдают от всего этого тоже такой сомнительный способ гидроэлектростанции всегда строятся с достаточно большим запасом и весь этот запас выбрать как правило нельзя оставляя достаточно большую часть как резерв на случай того если нагрузка будет варьироваться в пределах там города времен суток и так далее но поскольку это плотина то она должна сбрасывать константно все время какой-то объем воды и майнеры как правило выбирают вот эту гидроэлектроэнергию потому что электростанция все равно крутится турбина они все равно ее должны обслуживать они готовы ее продавать там близко к себестоимости просто вот заберите все равно она есть большинство майнеров они находятся в Китае в Гуанчжоу в основном это гидроэлектростанции по скромным оценкам это порядка 80% это практически гидроэлектростанции получается что это один из самых достаточно экологичных видов электрической энергии которая у нас доступна с остальными майнерами ситуация может конечно разниться тем более что никто не запрещает в том числе людям ставить майнеры где-то рядом с атомными электростанциями но если мы опять же говорим об экологичности я уже приводил коэффициент эффективности у большинства майнеров коэффициент эффективности по сравнению с дата-центрами у которых 1,7 1,6 у майнеров это 1,05 1,08 и в некоторых случаях даже меньше единицы если тепло отдается вот как в Грузии мы построили дата-центр тепло отдается на отопление теплиц с помидорами по сути это производство которое рядом выращивает помидоры и был сделан как пилотный проект попробовать мы делаем свой бизнес у нас генерируется все равно тепло мы это тепло просто отдаем теплиц помидоры вкусные помидоры вкусные и экологичные ничего не сжигается для этого не расходуется никакая дополнительная энергия есть бизнес который полностью покрывает и так все расходы теплицам эта энергия достается практически бесплатно это опять хорошая возможность симбиоза в том числе есть компания Hotmine Hotmine.io которая на чипах Bitfury в том числе делает и радиаторы и котлы для дома отопительные и бойлеры для подогрева воды тоже вот прекрасный симбиоз ты не просто сжигаешь электрическую энергию ты поддерживаешь экономическую систему проводишь полезную работу получаешь за это награду и в том числе нагреваешь электричество почти такое сжигание электричества но идеально просто идеально с майнерами пока мы еще не ушли далеко есть еще один такой момент который люди забывают учитывать это как бы за деревьями не видно леса но мы сжигаем крайне гигантское количество электричества просто на поддержание финансовой системы в мире три с половиной миллиона банкоматов эти машин которые работают круглосуточно они постоянно потребляют электричество но активно они очень маленькое количество времени в течение дня самые экологичные в режиме ожидания потребляют 260 ватт НЦР есть менее экологичные достаточно старые которые потребляют 800 киловатт и даже больше когда ты снимаешь деньги именно в этот момент они потребляют 2,4 киловатта поскольку механизм считают деньги это очень много моторчиков и энергии которые сжирают для того чтобы этот механизм запустить если просто посчитать эти цифры они уже превышают количество электроэнергии которые мы тратим на майнинг а если ты к этому приплюсуешь еще все дата-центры все банки в банке есть освещение отопление охрана CCTV это все потребляет электричество постоянно по скромным оценкам из всего электричества которое вырабатывает человечество за год от 14 до 17 процентов у нас уходит на поддержание просто финансовой системы даже производство денег и печать денег это гигантские затраты электроэнергии один килограмм бумаги это больше 14 киловатт электроэнергии киловатт часов энергии только для производства одного килограмма бумаги а мы ее еще обрабатываем чтобы напечатать деньги нужно еще нанести краску выживить полоски эти деньги не служат вечно эта система по-прежнему даже если тоже просто хочешь хранить эту бумагу это тоже требует гигантское количество ресурсов в Америке есть статистика по которой они оценивали во сколько примерно обходится хранение бухгалтерской документации для компаний и хранение тысячи листов компании обходится примерно от 150 до 260 долларов за год потому что эта документация должна храниться при определенной влажности температуре время от времени ее перебирают у нее есть определенные условия для хранения это все накладывает дополнительные издержки в общем пользуйтесь биткоином спасайте планету я так понимаю можно смело заявить об этом я считаю что да есть много разных мнений много людей которые считают исходя из какого-то узкого спектра но в целом я считаю что если бы мы перешли полностью на электронные деньги то это было бы на порядке более экологично и экономично я по пункту могу перечислить и рассказать то что я вижу и то что бросается в глаза но здесь есть куча полезных свойств которые в том числе дают они потребляют меньше электроэнергии для того чтобы эту систему поддерживать и получается более равновесная система деньги мы защищаем пытаясь нанести какие-то водные знаки какой-то печатью какими-то специфическими трюками это все достаточно дорого в производстве достаточно неэффективно неэкономично и с деньгами у нас над реальным физическим миром старым укладом который вот был исторически у нас потребление товаров которые мы физически можем пощупать существует гигантский пласт экономики который практически существует в виртуальной среде виртуальная реальность большое количество данных большое количество информационных сервисов физическая валюта физические деньги там не работают и с ними неудобно работать там вообще плюс всегда переход из физического мира в виртуальный мир у тебя всегда существуют границы которые ты должен как-то сопоставлять соотношение физических активов и виртуальных цифровая валюта она более эффективна в этом мире пока у нас существуют цифровые сервисы нам намного удобнее поддерживать какие-то цифровые способы расчета в этой цифровой сервисе